на протяжении многих лет работы в крюинге я слышу от моряков одни и те же практические вопросы причем как от опытных моряков так и от новичков спустя какое-то время я понял что эти вопросы вызваны не конкретной ситуации в которую попадает моряк а непониманием судоходного бизнеса целом как он функционирует и вот один мой товарищ решил совсем недавно уйти в свой первый рейс и начал задавать мне огромное количество вопросов я честно говоря недоумевал как на них можно не знать ответа потому что они просто казались неочевидными более того на что обратил внимание что его мнение по некоторым вопросам были основаны на том что он прочитал на морских форумах но там люди как правило описывают свою конкретную ситуацию они даже не знают как это может быть по-другому как это может выглядеть целом в общем у меня спрашивал обо всем начиная от того какие документы нужны чтобы пересечь границу нужно ли прописываться в крюинге сколько нужно дать денег кому эти деньги давать чтобы уйти в рейс нужны ли там всевозможные сертификаты на знание английского языка поэтому как-то я лег спать полежал до двух часов ночи взял ноутбук и напечатал первые 20 вопросов которые как мне показались могут задать моряки причем моряки не только новички да скажем но и опытные моряки которые уже работают в море в итоге получилось то что получилось в этом сайте есть видео ответы на вопросы которые будут интересны как я уже сказал опытным морякам да это как скрыть свои неудачные контракты пройти ф про блэк листы которыми всех так пугают так и вопросы для людей которые не работали в море или только планируют начать свою морскую карьеру по всем вопросам я стараюсь рассказать комплексе то есть не так как это делается например в моей компании в другой компании я расскажу все возможные варианты как одно и то же действие как одна и та же ситуация может быть представлена в разных крюингах в разных представительствах компании операторов судов здесь я также не указываю конкретные названия крюингов не описываю методы и стиль их работы потому что это все частные случаи их может быть большое множество вы же должны понимать всю картину в целом чтобы для себя уже у вас было видение ваших перспектив и необходимость принимать те или иные решения я не рассказываю работе в море о всевозможных трудностях с которыми вы столкнетесь на борту судна здесь я рассказываю только о том как попасть на это судно как подготовить все документы чтобы потом избежать дальнейших неприятностей поэтому смотрите делайте свои собственные выводы всем удачи до свидания